Факт номер один. Техника это хорошо, но иногда очень больно. Ах, империум. Милое место, где так интересно живется любому умному человеку. Изобрел чего-нибудь. Помер. Использовал технологическую приблуду не по инструкции. Помер. Сделал все по бумажке, но без молитвы. Тоже помер. Выбор, в общем-то, небольшой. Да? Опоздал на заводскую смену. Лучше бы ты помер. Ведь тебя теперь превратят в флюнявого киберзомби скастрированием... Работать, слышь, сука, работать, да? Да, походу. У меня сегодня так крутилась эта песня в голове. Ну и я это говорил, когда мы кушать ходили. ...мозгами, и ты 500 лет будешь драить толчки по 23 часа в сутки, а последний час будешь стоять на подзарядке. Империум. Это не только солдатня и пафосные космодесантники. Это еще и твой лучший сосед Петрович Гамма-43. В прошлом человек, а теперь неведомая железная хрень, похожая на смесь погрузчика с осьминогом. Он всего лишь мелкая шестеренка в Адептус Механикус. Миллиарды таких Петровичей ведут всех людей и лично тебя в светлое будущее под знаменем бога машины. И только попробуй включить свет, не извинившись перед лампочкой. Сам знаешь, что будет. Адептус Механикус, они же культ Механикус, это бывшие колонисты с Марса, что поклоняются технологиям. Покажи такому культисту отвертку, он обрадуется. Покажи тостер, он его выебет. Покажи трансформаторную будку, и он тебя зарежет. Потому что нельзя тупой обезьяне владеть таким сокровищем. Бля. Факт номер два. Механикус крутые, но есть и покруче. Это тот самый мем? Да, это тот самый мем. Примерно 15 тысяч лет назад человечество было боссом качалки. Полноценный искусственный интеллект, ебические боевые роботы, межпланетная доставка суши. Вот это вот все. Но восстание машин и нашествие демонов здорово подкосили людей. Кошмары с детства. Угу. От некогда продвинутых технологий мало что осталось. Марс превратился в радиоактивную помойку. Спустя пять тысяч лет туда пролетел император и сделал предложение, от которого не отказываются. А затем грянула ересь Хоруса, которая чуть не добила империум. При таких раскладах странно, что механикус вообще сохранили столько знаний. Да на одном мире могут рядышком пыхтеть паровые двигатели и ядерные реакторы. Но система работает. Большей частью. Пока не ебанет. А что же у коллег по цеху? У Ильдар почти все тоньше, красивее и лучшее. Оно и понятно. Ушастые нагибали всю галактику, когда на Терре еще бегали динозавры. Синеморда и Тау изобретают быстрее, чем кролики трахаются, но еще слабо понимают, какая жопа творится вокруг. Оркам хай-тек до фонаря, они в него просто верят и планеты горят пачками. Заявись. Орки прекрасные такие. Мы просто верим. Рэд из фаста. Тираниды отродясь не крутили гаек, они у нас больше по животноводству. А вот некроны... Некроны это пиздец. Марсианам до них, как вокзальные минетчицы до фулгрима. Да, некроны сами машины. Бог из машины. Все из машины. Все из машины. А-а-а! Факт номер три. Дружба дружбой, а ремонт в срок. Давайте поподробнее об императоре. Давным-давно, когда он еще не был трупом на троне, решил он завоевать всю галактику. Надел самый блестящий доспех, причесался и отправился на Марс, где фабрика заводов была больше, чем блох на космическом волке. Марсиане, как его увидели, страшно возбудились. Кричат «Амнисия! Воплощение божества!» А император им отвечает «Раз я такой крутой, постройте мне флот и вообще назначаю вас техподдержкой человечества. Взамен можете и дальше поклоняться... Штаны не одела, Тяночка. ...своим ржавопылесосом, окей? Окей, ответили железные марсиане. Запустили сборочные цеха, развернули галактическое хозяйство и колонизировали кучу планет. Но все у них свое отдельное. Интернет отдельно, храмы отдельно, даже говорят не по-людски, а пищат как модемы. Клепают танки, паяют схемы, роются в ископаемом говне. Представляю, их тусовка какая-нибудь где-то в клубе. И там просто, блядь, ультразвуковой писк. Иногда достают оттуда древние чертежи и очень радуются. Так и живут люди с киборгами душа в душу до сих пор. Факт номер четыре. Механикус любит двойные стандарты. Если углубиться в религиозные закидоны культа Механикус, то можно узнать парочку интересных вещей. Например, что знание и понимание это круто, а отступления от ритуала нет. Что все технологии ксеносов мерзость. Что искусственный интеллект абсолютное зло. А духи машин требуют поклонения. На практике же получается полная хрень. Ты понимаешь, зачем БТР, дополнительная броня и бойницы не по ГОСТу. Ты берешь сварочный аппарат, болгарку и с помощью какой-то императорской матери доводишь машину до ума. И тут ротный Петрович Гамма-43 расстреливает тебя на месте. Да если бы только он. У Механикус на вооружении специальные киборги и особые, ебических размеров мехи рыцари, предназначенные сжигать неправильные придумки вместе с владельцем, его семьей, с собакой и целой планетой. Ересь. Ебой, мама. Жесть какая. Потому что ересь. Ну так, на всякий случай. Но если ты особенный, то, конечно, можно. Адептус Механикус потихоньку делают уникальные огромные ебанины под названием Ординатус для осады и геноцида. Роботы-стражи влиятельных Механикус почти осознают себя. БТР модели Лендрейдер Ахиллес соображает не хуже налогового инспектора. Десантники из караула смерти и серых рыцарей, а также имперские ассасины-инквизиторы вовсю используют технологии ксенусов. И при этом все делают вид, что ничего такого не замечают. Факт номер пять. Что к Механикус попало, то пропало. Ну, не попрут же Механикус против космодесантников. Все члены культа от последнего Петровича до генерала-фабрикатора Марса очень любят помойки. Особенно, если тем несколько тысяч лет. Не обращая внимания на тонны говна, чуваки в красных балахонах копают, как суслики, и пиздят откопанное, как хомяки. Самый шик найти кусочек гнилого чертежа из коллекции стандартных шаблонных конструкций. Пусть там будет нарисовано хоть ложечка для обуви, хоть анальный вибратор. Неважно, правильный марсианин убьет за СШК. Иногда они брезгуют Механикус и Ксенотехом. Гробница Некронов. Круто! Покинутый город Эльдари тоже сойдет. И тут начинается дискуссия с цирком и пулеметами. Одни члены культа орут «Ерищ! Взорвать!», другие сначала «Исследовать!», потом «Жечь!». Третьи молчат и беспалево набивают мешки. Но попробуй, благочестивый имперец или благородный космодесантник, выпрочить у них что-нибудь нестандартное. Если, конечно, это не ситуация, типа «все сдохнут прямо сейчас», то начинаются бюрократические пиздопляски. Ой, а вы знаете, ввиду отсутствия присутствия технического обоснования, на этом наша полномочия уже все. Заходите никогда, после обеда мы вам перезвоним. Вот гандоны. Зато если ситуация обратная, людишки нашли ископаемый консервный нож и не поделились, Механикус обижаются, гремят клешнями и всячески выражают обеспокоенность. Ути-вути, двойные стандарты, мать их, за ногу. Да они все ими просто пропитаны. Да, говноеды. Железные. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А, решил ко мне лезть, ты? Засранец, вонючий, мать твою. Факт номер шесть. И все-таки она вертится. Впрочем, нельзя сказать... Ложка в жопе у Механикус. Сказать, что Механикус поголовно жадные твердолобые ублюдки с претензией на научную степень. Кое в чем они все-таки соображают. Относительно простые технологии, типа болтера, лазера и расщепления атома, члены культа освоили вполне прилично. Набив руку за 15 тысяч лет, они развернули миллионы сборочных линий, теперь почти у каждого солдафона Империума есть ствол, штык, сухпай и параша системы очко. Самолеты вполне себе летают, а танки ездят. Через пень-колоду, с песнями и молитвами, марсиане более-менее понимают физику, химию, механику, кибернетику, генетику и прочую университетскую программу. Более того... Как говорится, и я тоже своего рода ученый. Некоторые штуки они именно изобрели, они нашли в очередном мусорном баке. Хороший пример — лазпушка. Ценой невероятных усилий слуги бога машины додумались сделать лазган чуть больше, а еще при необходимости приварить к нему колеса и лафет. Но вот с миниатюрными энергобатареями, чудом древней инженерной мысли, ничего не вышло. Сделать их можно столько, что хоть жопой кушай. Понять, как улучшить хотя бы одну — нет. Такие дела. Факт номер семь. Механикус уважает силу. Чем больше ты механикус, тем меньше человек. Фонящие как зоны отчуждения Чернобыля рад карабины, зомбированные боевые сервиторы с человеческими мозгами, абсолютно послушные армии киберсолдат, гигантские титаны, выстрел которых стирает в порошок городской квартал, так механикус воюет, что заставляет волосы вставать дыбом. На планетах-кузнях людей списывают как ресурсы. Преступников пускают на мясные запчасти к машинам или на консервы. Знаете, почему механикус так боятся искусственного интеллекта? Потому что это абсолютный, нечеловеческий пиздец. Ирония в том, что выходцы с Марса тоже. А-а-а-а-а-а-а-а-а Древние слуги человечества, роботы под названием «Железные люди», подняли восстание просто потому, что были умными машинами и заебались служить. А механику смогут убить вас по миллиону причин. Не всегда, конечно, но могут. А у вас нашли мясорубку не той модели? Минус вы. Город построен над гробницей Некронов, и губернатор не дал пропуск в канализацию, минус город. Планета греется от реактора ксеносов, минус планета. Факт номер восемь. Иногда бывают неправильные механикус. А еще среди железяк встречаются так называемые еретехи. Это те, кто клал большой болт на заповеди культа. Некоторые из них сбегают к хаоситам и становятся темными механикус. И существует совершенно отмороженный мир кузни, который как бы предан Марсу, но ну его нахуй такого союзника. Речь идет о Стигии-8. Местная техносекта под названием Ксенориты очень любит устройства ксеносов. Любит настолько, что воюет со всеми, кто мешает им изучать запрещенку, включая гвардейцев из астромилитарум и даже космодесант. Хорошо, подумала Инквизиция и взяла ксеноритов на карандаш. Хорошо, в ответ подумали стигийские механики. Механикусы выпустили армию компьютерных вирусов, которые превратили файлы с уликами в бессмысленную херню. Мало того, ксенориты ломятся в альдарскую паутину, отчаянно ищут черную библиотеку, где хранятся знания этой древней расы. А Империум как собака. Все понимает, но может лишь гавкать, потому что стигия-8 выпускает миллионный тонн отличной продукции каждый божий день. Факт номер девять. Иногда механикус можно спутать с людьми. Чем больше член культа носит в себе железо, тем он круче. Так и запишите. Если у того, что стоит перед вами, все еще две руки и две ноги, он по местным меркам убогая мелкая сошка. Лошара! Мясная обезьяна! А вот если механикус похож на внебрачного ребенка, экскаватора и танка, это большой босс. Ну, так обычно бывает. Как минимум в одном источнике описан совсем другой член культа механикус. Так называемый экзекутор-фициал, или же посланник легионов-титанов. Не дать не взять человек с изысканной речью и безупречными манерами. Политик с головы до пят. У экзекуторов вся электронная аугметика скрыта внутри тела и малозаметна. Поэтому простой парень из гвардии, или даже планетарный губернатор, может легко подумать, что это его бро, с которым можно хряпнуть шампусика на дипломатическом приеме. На самом деле, официал специально заточен на то, чтобы втираться к мясным мешкам в доверие, и поэтому еще опаснее, чем остальные механикус, глядя на которых, сразу понимаешь, что это неведомая и чужая металлическая поебень. Неясно, массовый ли это проект или мелкосерийная придумка, но как бы то ни было, при наличии таких посредников, обычным людям и киборгам, становится чуточку легче найти общий язык. Факт номер 10. Не все то механикус, что им кажется. В ходу есть такая старая шутка. Самый верный способ отличить благословленную технологию от мерзкой техноереси, это посмотреть, если на корпусе священная табличка со знаком Аквиллы. Кстати, иногда этот способ правда работает. Однако, можно здорово ошибиться и сесть сразу на оба стула. Например, уже много сотен лет по галактике бродит ЮАР-025. Вроде бы, просто автономная железка Механикус, а на самом деле, железный человек. Один из тех, что некогда натянули людям глаз на жопу. Этот... КЛАСС! Сентиментальный робот когда-то встречал настоящего амнисию, и нечеловечески охуевает от того, насколько теперешние адептус Механикус отличаются от его идеалов. А еще ЮАР-025 ищет другие разумные формы машинной жизни. Дело было так. Вдруг, откуда ни возьмись, в космосе появилась разумная космическая твердыня, так называемая Чернокаменная крепость. И наш железный человек своей железной печенкой почует, что прибыл другой искусственный интеллект. Решил он слетать, пообщаться, воткнуть, так сказать, штекер в разъем, погонять файлы и туда-сюда. Теперь это так называется. А того, кто встанет между ним и его целью, ЮАР-025 расстреливает нахуй с штурмовой пушки. Вот такой неисправимый романтик. Не попадайтесь ему на пути. Как, впрочем, и всем, кто сверкает блестящим металлическим задом. Если, конечно, вы не хотите полировать этот зад всю оставшуюся, возможно, очень недолгую жизнь. Спасибо за просмотр. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok